живу одна в четырехкомнатной квартире в италии и репортаж с острова сардиния буду показывать вам интерьеры и попутно расскажу какая обстановка в италии и как относится к русским поддержите данный репортаж лайком подпиской это очень важно для развития блога здесь значит ванная комната то же самое как в россии принципе все сделано те же шампуни продаются и так далее маски для волос делаю уборку том конечно уберу это ведро показываем комнаты которые закрыты здесь значит закрыта одна вторая здесь дополнительная ванная комната как относится сами итальянцы к тому что арестовали имущество же у олигархов носится негативно потому что допустим содержание йота олигарха российского усманова обходится правительство италии в год на 7 миллионов евро представляете и они не могут не продать это имущество что-то же имущество них они его просто арестовали и платят коммунальные платежи и так далее здесь вот видеокамера все записывает и аудио видео хозяйка поставила для контроля дверь в подъезд ключница домофон ну и разговаривала с хозяйкой она конечно хотела бы посмотреть москву говорила что приехала из москвы очень интересно было бы посмотреть столицу россии но боится приезжать потому что считаю что негативно относятся люди к людям из европы туристам кто приедет из италии допустим потому что обстановка политическая не очень хорошая говори что там начнутся проблемы видишь что это итальянка допустим супругом приедет и все что-то будет не то скажем здесь значит фильтрация мусора получается еда что там еще пластмасса пластик как там по-русски уже сказать ветру это значит стекло и карта бумажная это значит бумага да просто уже привыкаешь когда живешь в италии долго время фирма говоришь думаешь на итальянском языке конечно сложновато просто русский переходить готовила с бальзамическим муссом мясо кому интересно можете за кадр видео посмотреть рецепт такое нежное мясо получается что еще значит духовка работает холодильник два холодильника здесь пармезанзо мы сейчас в россии искать 14 месяцев написано до 14 месяцев и так понимаем и делают бальзамический уксус в россии он конечно есть и то есть везде то же самое что в россии что здесь молоко йогурт что тут еще рыба мясо фрукты никаких отличий нет по поводу украины кого волнует этот вопрос только вот одну единственную украинку встретила она работает в баре и вынуждена как она мне сообщила находиться в италии потому что где дом крыша кажется разрушена она сообщала снаряд где там какие-то сколки лежали на территории дома естественно тоже как и авторы данного блога только надеяться что в мир чем и смотреть тем лучше будет и все закончится телевизор для удобства ко мне нормально относилась то есть есть же адекватные люди мир полон адекватных людей чтобы ссориться что россиянка тоже находится на сардинии я здесь конечно в баре не работаю но работаю в этом в онлайне так и занимаюсь порталами социальными сетями продвижение маркетплейсами здесь значит кровать на которой спала гладильным доском показывала конечно же все оставлю в порядке чтобы было чтобы не было предрассудков такие таких что русские за собой там не следят или не аккуратны и так далее что еще рассказать вам шопинг делала да вот страсти чеки собирать чтобы можно было это все вести в россии нормально также здесь и магнезе можно найти витамин d продается и стараюсь когда в италию приезжаю закупаться на косметика вещами различными но маленький чемоданчик вот обувь наверное не буду никакого покупать все пока то но встреч уехала из ольбе потому что там просто все отключалось как это пробки вылетали там была очень плохая система обеспечения то скажем по электричеству и замучается просто для обливать постоянно ту горелку керосин потому что она все-таки влажность на острове дает о себе знать решила пожить в сардинии не только потому что вид заканчивается на сардинии но этому острове мой потому что строится недвижимости в крыму принципе климат очень похож на остров сардиния поэтому решил посмотреть как может сложиться жизнь если там жить дальнейшем круглый год конечно нужно запасаться когда живешь на острове такими всякими этими обогревателями далашу была мощная система для потребления энергии и что можно сказать на дорожку конечно же альгера пусты прекрасный город была в 27 странах в 90 городах но такой красоты не не встречала чтобы так все было в центре комфортно сделано и пляж и достопримечательности и военные всякие установки все в одном месте это только конечно же вольгера это очень удобно в эфире в Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok